Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях давно ожидаемый Виктор Шелин. Человек, возглавивший направление защиты государственности Республики Молдова, который видит ситуацию в Республике Молдова иначе, чем власть придержащие, и из-за этого он нам неинтересен. Интересно будет послушать его мнение. Начало разговора. Я бы правящему альянсу и министру иностранных дел при жизни бы поставил памятник. За то, что дают возможность мне иметь аргументы и взойти на политический олимп? Плюс это. А еще, вот вы меня спросите, что именно? Я сейчас скажу, все подумают, ну что-то не то случилось. Ну, во-первых, наверное, вы имеете какой-то внутренний мотив. Какой еще памятник поставить? Нерукотворный. Значит, руками не сделанный. Все обещания вхождения в Евросоюз с ассоциированными членами мы слышим два года. И дай бог ему здоровья, чтобы нас не приняли в Европу-то. Объясняю, почему. На второй день после подписания договора в Молдавии не осталось бы ни одного жителя. Вы здесь согласны? Нет. В первую очередь, я считаю, что надо разделить очень четко вопрос безвизового въезда и свободной торговли с Евросоюзом. Я сторонник того, чтобы мы получили безвизовый въезд. Да, часть граждан получит более упрощенную возможность поехать туда работать. Я противник этому. Но в любом случае, пока мы будем поднимать экономику, пока мы будем поднимать экономику, потому что еще никто не начал ее поднимать, надо дать возможность людям, чтобы они еще немножко кормили свои семьи. Пусть они поедут за границу и кормят свои семьи. За это время нужно поднимать экономику и создать такие условия, чтобы потом им было выгоднее вернуться из-за границы в нашу страну родную работать. Поэтому я противник того, чтобы выезжали наши люди за границу, теряли свое отечество, свою родину или расставались со своими родственниками в поисках заработка. Но это вынужденная мера, потому что никто не начал, даже не дал старт развития собственной экономики, создания новых рабочих мест. Что касается заключения договора о свободной торговле, люди не понимают. Это очень красивые слова, когда Филат или кто-то говорит, мы добьемся свободной торговли с Европой. Люди аплодируют, потому что не понимают. А бизнес очень хорошо понимает, насколько это опасно. Почему? Что случилось с Румынией, когда она получила договор о свободной торговле с Европой? Раньше товары из Европы приходили в Румынию, Румыния облагала их пошлинами налогами, эти деньги поступали в казну, и государство за счет чего-то жило. Когда появился договор о свободной торговле, это означает отмена доможенных пошлин, то есть их товар идет сюда, в Румынию пошел свободно, но немцы при этом не снизили стоимость товаров. А за счет того, что бюджет Румынии лишился доходов, они просто начали на 30% дороже увеличивать стоимость поставок своих, и фактически это не привело к снижению цен, но это привело к тому, что бюджет потерял деньги. И поэтому румыны вынуждены были на 25% сократить пенсии и уволить 400 тысяч бюджетников. Для Молдовы, что означает договор о свободной торговле? Это значит, что все европейские товары беспошлино могут идти сюда, и все молдавские тоже могут идти туда. Только вопрос, есть ли у нас товары, которые пойдут туда? Вот то, что в Европе есть, однозначно. Соответственно, весь молдавский рынок будет заполнен европейскими товарами, хорошими и качественными, и казалось бы, это неплохо, но плохо то, что мы никогда больше не будем производить собственные товары. Но вы на сегодняшний день, назовите мне хотя бы одно направление производства наших товаров, которые наши зрители просто могут не знать. Первый вопрос. Конечно же, за 20 лет мы полностью ликвидировали национального товаропроизводителя. Да, сегодня кто-то делает сок, кто-то делает сахар, кто-то делает какой-то табачок, кто-то выращивает овощи и фрукты. Но у нас в богатстве страны все, что сельское хозяйство, занимает всего лишь 16%. По причине того, что множество земель вообще не обрабатывается, и по причине того, что то, что обрабатывается с очень маленькой производительностью, с маленьким урожаем обрабатывается. То есть у нас доходы от сельского хозяйства должны быть не менее 50% в богатстве нашей страны. Мы потеряли сегодня и производство сельскохозяйственной продукции, и переработка. Переработка принципиально. Почему? Потому что гораздо купить продукт сельского хозяйства в виде семечек, пшеницы, сои, очень много. Но сельхознику возвращается очень низкая цена, только за первичный продукт. А зарабатывают всегда те, кто перерабатывает, это упаковывает и дает потребителю на полку. Так вот, мы не можем быть богаче, если мы производим очень маленькую прибавочную стоимость на продукт. Если бы мы производили, бы еще перерабатывали, мы получали бы прибавочную стоимость, становились бы богаче. Поэтому понятие национальный товаропроизводитель означает, чем больше мы от производства продукции, сельхозпродукции поднимаемся вверх на ее переработку до конечного продукта, тем вероятнее, что мы становимся богаче. Свободная торговля с Евросоюзом полностью ликвидирует шанс на возрождение национального товаропроизводителя. Поэтому для нас свободная торговля с Евросоюзом крайне опасна. Но наоборот, для нас крайне важна свободная торговля с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Почему? Потому что мы традиционно покупаем у них то, что у них есть. У них есть лес, у них есть металл, у них есть бензин, у них есть газ. Но у них там нету помидора, огурцов, черешни, абрикос и персиков. Потому что по климатическим условиям они не производят это там. То есть мы географически так расположены, что нам выгодно от них брать то, что они могут нам дать. И нам выгодно, чтобы у нас была свободная торговля, потому что они не конкуренты того, что мы можем производить. Соответственно, у нас есть шанс это продавать туда. В Европе совершенно другая ситуация. В Европе есть Юг Европы, Италия, Греция, Испания, которые производят все. Румыния, Болгария, что мы производим. Соответственно, если мы открываем свой рынок, они заполняют своими товарами наш рынок, а мы туда ничего не можем поставить. Значит, на сегодняшний день у нас получается так. Европа страдает перепроизводством. Совершенно верно. Мы страдаем недопроизводством. Рынок сбыта у нас только восток. И у Европы только восток является рынком сбыта. Поэтому немцы дружат с Путиным. Поэтому Берлускони дружил с Путиным. Поэтому все стремятся дружить с Россией, включая и Китай. Потому что они рынок сбыта. Какая бы ситуация ни была с долларом или евро, россияне всегда будут богаты. Почему? Потому что у них есть база, у них есть сырье. Это всегда можно поменять на любую валюту. Они никогда не будут бедные. И мы должны пользоваться этим. Но в начале разговора я сказал. Насчет памятника нашего министру иностранных дел. Вопрос-то стоит. Вот хорошо все сказано. Правильно. Основы экономики. Рассказано нашим телезрителям. Я считаю, что это правильно. Они поймут. Но человеческий фактор. Лично я очевидец. Сколько депортируется. Благо вот сегодня я видел прямо во Франкфурте. Только троих здоровых, высоких ребят депортировали с территории Германии. Это я вижу не одно... Ну, каждый раз я вижу. Пять, шесть, семь человек. С кем бы я ни разговаривал, уже интересно само, как журналист. Я подошел, спросил. Ребята, ну как, что? Он говорит, знаешь, наши семьи здесь. Пусть они здесь будут. Мы найдем другую лазейку, возвращаемся обратно. Я говорю, а матери, отцы, родственники ближайшие, которые здесь стоят в Молдане. Говорят, мы больше в эту страну не приедем. Понимаете? Общаясь с ними напрямую, они настаивают на том, что они не приедут. Я могу понять. Они говорят, нам легче выслать деньги и знать, что они хоть что-то имеют, чем прийти и заберут у нас все. Нет, у нас в Молдове есть чувство несправедливости у людей. Понимаете? Они видят, что все неправильно. Они понимают, что Лупу, Гимпу, Филат, знают, что они делают неправильные вещи. Но делают их. Что они делают? Они играют в евроинтеграцию из двух соображений. Первое, чтобы вселять надежды, что кто-то даст им даром, если мы вступим в Евросоюз, только вселять. Чтобы люди голосовали за них. А также они по второй причине декларируют евроинтеграцию, чтобы клянчить европейцев гранты и кредит. Почему? Потому что они рассчитали для себя, что намного сложнее крышевать каждого бизнесмена. Ну прям таки крышевают. Ну а как? У нас только так всегда происходит. Государство не может крышевать. Ну, подождите, я не говорю о государстве, я говорю о политиках, руководителях, которые крышуют бизнес. Но это же составляющая государства. Политики, ведущие политики, они у власти. Значит, секундочку. Я хотел сказать о том, что наши политики считают, что крышевать бизнесменов и собирать по чуть-чуть с каждого, это большой труд. Намного легче обмануть еврокомиссаров, что они хотят в Европу, чтобы те давали им гранты и кредиты. Почему? Потому что всего лишь 10-15 людям можно их получить и распределить правильно, оставив себе не менее 70%. А на народ дать крыша на сайте. Я вам так селься крыша. Конечно. А вы не знаете, как у нас идут субсидии на сельское хозяйство? Значит, находят лояльного, правильного, партийного сельхозлидера и говорят, вот тебе 600. Оформи, что ты их получил. 600 тысяч? Ты 600 тысяч долларов, к примеру, на ферму. Оформи, что ты их получил и половиночку обратно. И что бизнесмен думает? Не пойду на это, вообще не получу даром грант. Я лучше подпишу 600, половину отдам, а себе получу 300 просто так. Гранты, понимаете, формы грантов, они бывают. Я расскажу, как это делается. Нет, разные бывают. Ведь, допустим, гранты под закупку сельхозтехники, которые контролируются те, кто давали грантов. Есть. Ну, в принципе, я знаю, что есть. Должно быть. Может быть. Есть. Вся тяжесть на плечах у нашего предпринимателя, сельскохозяйственного. Какой выход для него? Он поставил в рамки же, правильно? Нет. Он не находится в рамках. А в чем он находится? Предприниматель. У нас сегодня в банках очень много есть денег. Люди. Полтора, не менее полтора миллиарда долларов или евро каждый год наши граждане присылают за границу. Эти деньги, как правило, часть потребляется, а часть идут на депозиты в банки. Для того, чтобы люди получали еще дополнительный доход от этих сбережений. Банки сегодня имеют огромные средства, которые не дают в реальный сектор экономики. По двум причинам. Первая причина. Потому что у нас все экономические агенты в плачевном состоянии. То есть они неплодержиспособные. И у них нет гарантии того, что если они не возьмут деньги, произведут что-то и куда-то сумеют продать. Бизнесмены не берут деньги. И банки не дают деньги из-за рисков, что можно построить фабрику-завод, но нет гарантии сбыта. Поэтому есть очень много денег в банках, которые банки пытаются размещать. Поэтому любой предприниматель может пойти в банк и получить деньги. Одна проблема есть, что государство не заботится о том, чтобы обеспечить рынок сбыта. Рынок сбыта это только Восток. Беларусь, Россия, Казахстан, Украина. Наши руководители не хотят дать возможность, чтобы Молдова вступила в таможенный союз. Почему? Потому что вступление в таможенный союз, все граждане получают снижение цен, и все бизнесмены получают шанс зарабатывать деньги. Но при этом перестают идти дармовые гранды, небольшие, 100 миллионов долларов в год, с Европы. А они же держат власть ради этих грантов. То есть они должны отказаться от лживой евроинтеграции и от тех 100 миллионов грантов, которые даются им лично в руки. И дать возможность просто народу жить лучше. То есть это же на весах значимее 100 миллионов для 10 человек, чем возможность для всех остальных. Они теряют эти гранты. Тогда нужно будет развивать экономику, создавать рабочие места. А это же труд в поту. Значит, вы все-таки наставите уже не первый месяц о том, сорвавшийся ваш сбор подписей, референдум о вхождении в таможенный союз. Сорвавшийся, говорю. Вы определите как лидер? Нет, во-первых, люди уже сами определили. Потому что 232 тысячи людей поставили подписи. Они знают, что они поставили. И они знают, что это незаконное решение. Не я судья ЦИКУ, а люди судья. Он провалился. Я констатировал. Да, провалился. В этот момент, значит, я понимаю, что, как, где и почему. Я не хочу углубляться. Вы наставите таможенный союз с Россией. Нам выгоден, как никогда. Да, крайне. Это повлечет. Может быть, я с иронией скажу. Снижение цен на газ. Да, конечно. Снижение акцизов, пошлин, на виноконьячную продукцию и так далее, на сельхозпродукцию. Что именно нет? Мы должны понять, я должен объяснить наших телезрителей, какая прямая выгода. Потому что телезрители понимают, правильно сказано, не эмфемерная экономика, а именно что можно. Давайте я проще скажу. Никто не дает возможность на телевидении хотя бы 5 минут четко и ясно сказать людям, в чем преимущество. Если вы даете, я скажу. Значит, таможенный союз России, Беларусь и Казахстан уже имеет только одну границу внешнюю, а внутри границ нет. Когда любой товар из Беларуси, Казахстана или России идет в Молдову, мы дальние зарубежья. На стратегические товары, такие как газ, в 400 долларах есть так называемая экспортная пошлина 30%. Если газ идет из России и Беларуси, там же границы нет, значит экспортная пошлина не применяется. Поэтому в Беларуси газ дешевле. В одной тоне бензина, который стоит 1000 долларов, 445 долларов 50% экспортная пошлина. Поэтому в Беларуси 9 лей бензин российский. А у нас он идет с 445 долларами экспортной пошлины, потому что мы дальние зарубежья. То есть его нужно через границу перевезти, соответственно остается экспортная пошлина. Так вот, удобрения, металл, лес, пластмасса, химическая продукция, все то, что является сырьем для национальных производителей, содержит экспортные пошлины. Нужно проще задавать вопрос? Проще задавать вопрос. Что это выражает в процентном отношении? Не менее 30% снижения стоимости на все эти стратегические товары. Не менее, по определенным группам 50%. Второе преимущество. Граждане Республики Молдовы приравниваются в правах на труд с гражданами России, в правах на медицинское и социальное обеспечение. То есть граждане России, граждане Молдовы, никакой разницы в праве на труд. Никакой разницы в праве на учебу, никакой разницы в праве брать кредиты, никакой разницы в страховании. То есть граждане приравниваются в правах своих гражданских. Второе. Доход. Любой товар можно перевозить в Россию без таможенного оформления, без сертификации. Шестерку, машину, багажник открыл, загрузил 300 килограмм яблок, поехал на рынок Брянска, продал, взял деньги и вернулся. Любую валюту можно перевозить в неограниченное количество. Как было в Советском Союзе. Да, как было так. То есть это единое экономическое пространство, где абсолютно равные права у каждого гражданина и у каждого предпринимателя. И не требуется расходовать денег на сертификацию, таможенное оформление. И цены все на продукцию снижаются. Как которые идут в Молдову, так и которые из Молдовы идут туда и становятся поэтому более конкурентоспособными. Ну, на восточном рынке. На восточном рынке. А при этом никто не говорит, что нужно ругаться с Европой. Всегда надо быть умнее. Но вы уже вначале объяснили, когда стоит грант здесь на 100 миллионов. Секундочку, секундочку. Мы говорим о грантах, которые идут руководителям нашего государства. А что касается простого человека или предпринимателя. Они любеют. Предприниматель должен произвести свой товар за счет более дешевого газа или бензина из России. Более дешевый товар. И предложить в Румынию или в Польшу. И его купят быстрее. Почему? Потому что у Польши газ дороже, бензин дороже. А наш продукт будет намного дешевле. Вы знаете, мы поговорим о том, что насчет газа я не знаю. Но насчет топлива, дизельного топлива. Сейчас все белорусы с канистрами едут. Все поляки с канистрами едут. Это я знаю. Я был в Беларуси в Минске. Я когда посмотрел, как там заправляют. Как в 90-х годах. Там самое интересное. За их рубли, зайчики белорусские, за валюту любую, можно прямо там расплатиться на месте. Тебе дают по курсу, который меняется каждый день. И вообще там топливо очень. Я говорю качество топлива. Вот господин премьер-министр недавно вроде бы собрал наших монополистов на рынке ввоза нефтепродуктов. Но будем говорить нефтепродукты по конченному продукту. Там дизельное топливо, бензин и так далее. Мотивация повышения цен. И что мне понравилось? Лично мне понравилось. Он сказал, мы еще посмотрим качество. Потому что качество несравнимое. Ну просто не сравниваю. Ни в какие ворота не... Это гробятся и автомобили, и так далее, и так далее. Теперь по газу я скажу. Тогда вот я или плохо считаю, или как-то на вскидку. У нас газ в леях стоит 5600 чем-то, по-моему, 685 лей стоимость в 400 долларов. Куда вот эта вот большая сумма уходит в сторону, которую доплачивает потребитель? Я вот не понимаю. Молдова-газ официально на социал-демократическую партию подали в суд. За то, что я обвинил Молдову-газ о том, что в тарифы, которые утверждают Наре, Наре это орган, который утверждает тарифы, включены необоснованные откаты Молдова-газ. То есть все делается просто и банально. Судьи хотят жить, премьер-министры, министры хотят жить, руководство Молдова-газ хочет жить. Поэтому нашему народу дают за 8, россиянам дают за 5000, с россиянами рассчитались, они довольны. А все остальное, вот разница, помимо прямых реальных расходов, уже в виде откатных схем, в виде фиктивных расходов, отмываются через офшорные компании, попадают туда, куда им надо. А это оформляется как расходы. И Наре вместо того, чтобы проверить обоснованность этих расходов, не замечает, потому что чемодан, наверное, уже положили. И утверждает. Уточним, наверное. Да, наверное, потому что суд опять будет. И утверждает. То есть это абсолютно необоснованные расходы. Я вам скажу, что если только предпринять серьезные меры по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, то сегодня цена на бензин, цена на газ, а особенно на электричество, не менее чем на 30% отожан быть дешевле. Только за счет борьбы с коррупцией. Вот я тоже так пальцем сделаю, да, телезрители, слушайте внимательно. Это говорит человек, который знает, и в бизнесе не первый год. И 2011 год 6 недель подряд выходили на площадь Великого национального собрания. И правительственная комиссия была создана. Понимаете, когда счетная палата только по термокому делает акт, что за два года незаконно было израсходовано 1 миллиард 500 миллионов, счетная палата нашей страны. И мы приходим и говорим премьер-министру, ничего не просим. Только вот на основании того, что необоснованные расходы, на эту сумму сделайте пересчет по термокому, как необоснованные расходы людям, и снизьте стоимость теплоносителей, потому что это были необоснованные расходы. И не допускайте, что в следующем году они были, то есть цена должна быть дешевле. Я утверждаю, что теплоноситель должен быть на 30% дешевле. И вот эта разница 30% это тоже откатные схемы. Уже я утверждаю, уже можете и в суд подавать, это данная счетная палата Республики Молдова. И что вы думаете? Никто даже не разобрался, никто никого не посадил, термоком остался на месте, Парликов, директор НРЭ остался на месте, и на улице Октябрь. И тарифы не снизятся на термоком. Ну, насколько мне известно, повысятся. Как-то нам утверждают, что договорились в Москве, я не знаю, но после каждого договора с Москвой у нас получается повышение цен. Сколько лет, это продолжается, лет 5. Едут на переговоры, здесь я не беру, пример министра, новая власть, вторая, третья, четвертая, но рост цен на энергоносители, он каждый год изменялся в сторону повышения. Вот люди не понимают, почему у нас унионисты ходят по улице. А мы сейчас подойдем к этому. Сейчас подойдем к этому. А я даю ответ уже. Нет, 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 ответа не надо раньше. Нет, он на тему экономики, кстати. Так вот все увязано. Политика увязана с экономикой. Вы же сами настаиваете на этом, правда? Ну, давайте, давайте. Вот. Надеюсь, что то, что рассказал господин Шелин нам сегодня, ну, приоткроет глаза для всех. А теперь мы перейдем к другой теме, которая вам принесла не меньшую известность, думаю, большую, скандальную. Это марши унионистов и ваши марши государственников. Будем говорить противомарши. Я знаю, что возбуждено уголовное дело. Да. Предъявлено обвинение уже. Уже предъявлено обвинение, да. И если не секрет, по каким статьям? Статья 184. Препятствие проведению демократического законного митинга. Понял. Понял. И что вам грозит? Пять лет. Пять лет? Да. Но это максимально. Нет. Ну, до пяти лет. Нет, то есть там нет в статье штрафов или условных. Нет штрафов. Нет. До пяти лет, значит, ясно уголовное... 184, часть вторая. Вы не жалеете об этом, что вот возбудили уголовное дело? Вы сейчас скажете, что я слишком уверенно себя держу, поэтому, наверное, не очень страшно. Но я же за вас не думаю. Да. А вы думаете, что я так думаю. Смотрите, каждый человек в жизни имел экстремальный момент, да? Какой-то чревато с родственниками по жизни, в работе, с автомобилями, правда? Да. Вот сейчас у вас в жизни, состоявшийся бизнесмена, перелом. Вы занялись политикой, защищая государственность республики Молдова. Сейчас вам предъявили обвинение. Мне просто интересно, это как же вы переносите все это? Ведь это душевный тоже разлад. Где несправедливость? Где, может быть, какая-то обида? Может, где-то недоработали в чем-то? Нет такого у вас? Нет, мне очень обидно. Но обидно от другого. Первое. Когда возбудили уголовное дело, то есть я понимал, что статья, по которой возбудили уголовное дело, а она гласит так. Препятствование законного митинга по сговору с изготовлением оружия для разгона митинга. Какое? Оружие для разгона митинга. Какое оружие? Так статья гласит. Меня обвиняют по этой статье. То есть мы предварительно сговорились, изготовили оружие для разгона и разогнали. Вот так гласит статья. Потому что, если бы так она не гласила, нельзя в тюрьму сажать. То есть там административные штрафы. А, значит вам добавили, что будете административных, тюрьма. Да, то есть мы с использованием оружия. То есть я понимал, что оружия не было, сговора не было, что митинг антикоституционный, статья 8 закона собрания говорит, запрещены собрания, митинги, которые ставят под сомнение государственный строй и Конституцию Республики Молдова. Поэтому я понимал, что я иду против тех, кто посягает на нашу Конституцию. И я, как добропорядочный гражданин, как это предусмотрено Уголовным кодексом, а Уголовным кодексом что предусмотрено? Что ни один гражданин не имеет права пройти мимо совершаемого преступления и должен принять меры по пресечению преступления. А то он становится соучастником. А то он становится соучастником. То есть я считал, что я иду бороться за народ, за Конституцию, за страну. Или считаю? Считал, считаю и буду всегда это делать. Ну я чуть-чуть, уточняю. Я просто в прошлом времени говорю, считал в прошлом. И поэтому, когда меня обвинили по этой статье, я понимал, что не было оружия, поэтому статья как бы... Плавает. Ну, наверное, припомнить решили. Но когда я следователю заявил о том, что я требую, чтобы привлекли к уголовной ответственности сотрудников СИС и полиции за то, что они организовали этот митинг антикустационный, меня с подозреваемого через 20 минут квалифицировали обвиняемым и предъявили мне обвинение. Правда, 20 дней его не давали. Вот во вторник мне его дали. И вот что начинается самое интересное. Я начинаю листать три тома доказательств. И смотрю, для того, чтобы возбудили дело, можно по факту, а можно еще по заявлениям. И смотрю, в этих листах есть заявления политиков Республики Молдовы, которые были со мною на площади, они написали на меня заявление, чтобы меня привлекли к уголовной ответственности. Это которые были с вами на площади за или на площади против? Вот противоонионистов были рядом со мною руководители партий и оказалось, что это они написали в полицию на меня заявление о привлечении к уголовной ответственности. 37-й год. Брат на брата стучит. Я журналистам заявил во вторник о том, что пока идет следствие, я не знал, кто написал заявление. А когда я уже обвиняемый делаю, передаю в суд, я имею перед судом право ознакомиться, в чем я виновен и кто на меня написал заявление. Так оказывается, что есть политики, которые стояли рядом со мною. Я считал, что мы искренне защищаем нашу страну и наш трой, что они написали на меня заявление. Будет суд, сейчас я говорить не буду, но в рамках суда, присутствии суда, свидетелей, я обнародую эти имена. Ну, чтобы не посчитали давлением на суд, судя по тем действиям, которые сейчас проводятся. Значит, обидно было, что 16 сентября, когда унионисты хотели пройти по центральной площади нашей столицы, я опять вышел на площадь, я опять боролся против унионистов, но ни одна партия не пришла. Только наша партия была и новый зарождающийся фронт народного сопротивления. Только мы были на центральной площади и готовы были противопоставить себя унионистам, но было принято решение, их повели по второстепенным улицам. Теперь о унионистах очень важно. В начале 90-х годов мы все искренне понимали, что есть угроза потери государственности и объединению с Румынией. Прошло 20 лет, и практически эта тема не звучала. Некоторые люди считали себя румынами и кулуарно в ресторанчиках или на кухне говорили, что когда-то придет этот день. И вдруг в течение одного года один марш унионистов, потом в Кишиневе в марте, потом в Кагуле, теперь в Бельцах, потом в Кишиневе. С чего это вдруг? Горстка 300-500 человек начинают делать марш унионистов. Никто не задается этим вопросом. Все говорят на кухнях о том, что действительно такая угроза есть. Угрозы унионизма нет. Ни фила, ни лупу. Никто не хочет быть начальником губернии. Все хотят быть президентами, премьерами независимой страны. Это статус. И никто из них не хочет быть губернатором румынской какой-то провинции. И ни один политик, который придет во власть, не позволит, чтобы потерять статус суверенной страны Молдовы. Потому что этот статус очень выгоден как политикам, как и народу, так и стране, так и нации очень выгоден. Реальной угрозы унионизма нет. Но сегодня, не смотря на то, что название нашего молдавского языка поменяли на румынский, не смотря на то, что детей все-таки учат историю румын, реальной угрозы унионизма пока нет. Но именно в этом году почему-то начали идти марш. Как вы думаете, почему? Ну, не долго я думаю, телезрители тоже интересно. Причина социально-экономическая. Правительство понимает, что оно банкрот, что оно ничего не сделало для собственного народа, оно не снизило цены, оно не создало рабочие места. Впереди осень и зима тяжелые. И для того, чтобы отвлечь внимание простого человека от экономических и социальных проблем, чтобы люди не поднимались, не шли на площадь, не требовали социальных гарантий и улучшения экономической жизни, создается специально это движение унионистов для того, чтобы отвлечь внимание людей. Как создается? Как создается? Платится Павличенко деньги, платится пацанам деньги, они маршируют по нашим городам, натравливают других якобы антиунионистов, они выходят к ним навстречу и создается ажиотаж в стране. Я поэтому вам сказал, что антиунионисты и написали на меня заявление о привлечении к ответственности. Почему? Потому что по ихнему плану идет марш унионистов, якобы антиунионисты перекрывают дорогу, чуть-чуть дерутся, потом отходят в сторону и унионисты проходят. И появился вдруг в Бельцах Шерин, сорвал все планы, остановил и выгнал из Бельц. Поэтому, чтобы больше не позволял себе такого, чтобы не вселял в людей уверенность в способности противостоять этому, и они накатали все в полицию. Все это было сделано только для отвлечения людей от реакциональных проблем. Значит, единого фронта, который был представлен при первых маршах... Никакого не было. Это все провокаторы с одной и с другой стороны абсолютно. Так вы жертва получаете? Я не буду сейчас говорить, что я жертва, Как оно так получается? Нет, я пошел в Бельцах осознанно. Я понимал всю природу этих явлений. Я решил этот спектакль остановить. Кто руководит этим спектаклям? Альянс за европейскую интеграцию. Кто еще руководит? Вы что, не понимаете, что Филат перед поездкой к Путину говорит, я против этого. Да вон у тебя полиция, вот у тебя СИЗ. Останови и запрети, и баста. Статья 8 закона собрания говорит, запрещены в Республике Молдовы марши унионистов. Запрещено ставить по сомнению государственный строй. Что еще нужно Филату? Что еще нужно генпрокурору, чтобы запретить унионистов делать эти марши? Это шоу, это спектакль, который ими же организовывается, чтобы отвлечь внимание людей. Но вы же не участник этого шоу были. Я не участник этого шоу. Я пришел и остановил марш и не позволил его провести. И принудил полицию загрузить унионистов в автобусы, полицейские, вывезти из Бельц. Я остановил спектакль. И это им не понравилось, именно поэтому они возбудили уголовное дело. Что появляется кто-то, за которым идет народ, и этот народ способен останавливать спектакли. Вот в чем их злоба на меня. Вот почему они рекламу в кинотеатрах решили остановить. Вот почему они меня с парламента выгоняют. Я хотел задать вопрос. Я не знаю, что за эти дни меня не было в Кишиневе, что произошло, но когда я уезжал, вы владелец сети кинотеатров Республики Молдова, сам ходил неоднократно туда. Запретили рекламу. Как это? У меня есть партия, правильно? Да. Не официальных денег у меня нет. Ну, не наворовал. Не наворовал, нет. Поэтому я вынужден, как порядочный человек, со счета моего предприятия, платить деньги на содержание партии. Покажите другую партию, где бы Филат, Лупу, имел предприятие, со своего предприятия платил на свою партию денег. Я это делаю открыто. Я не понимаю, что имеет Филат, Лупу. Я лично не знаком, я их деньги не считал. Я сейчас за вас говорю. Вы должны считать всегда. Я знаю прекрасно. Если партия содержится за счет теневых денег, это у вас украденные деньги. Ну, это же обвинение. Как обвинение? Они чем-то документировали. Подождите. Мы начали за вас. Вы же понимаете, что на предвыборную кампанию значит Филат потратил не менее 10 миллионов. Но у нас официально дают партиям на выборы деньги. Не дают. Что вы говорите? Дают официально, это копейки. Чтобы обвешать всю страну плакатами, чтобы показывать ролики постоянно, это десятки миллионов долларов. Откуда они? В Молдавии. В Молдавии. А что вы удивляетесь? Одна минута рекламы стоит во время кампании полторы тысячи, направимые полторы тысячи евро. Одна минута. А сколько минут там идет? А все плакаты по всей стране, это же огромные деньги. Их же надо потом с вашего кармана вытащить обратно. А как вытащить? Через тарифы на газ, на электричество, на тепло. Это вытаскивается, ложится обратно. И кто дурак тратит деньги на политику, чтобы только вернуть то, что взял? Все тратят, берут намного больше. Я же поступаю иначе. Я беру со своего предприятия официально на партию плачу деньги, чтобы мои партийцы видели это, чтобы люди видели, откуда я плачу. Прозрачно. То есть прозрачно. Они видят эти потоки, что я с кинотеатра «Патрия» часть денег плачу на партию. А зачем позволять Шелину, чтобы он мог содержать партию? Начинаем отрубать финансовые. Да, давай заберем у него с кинотеатра «Патрия» рекламу, чтобы его бизнес грохнул, и чтобы его партия одновременно грохнула. Хватит нам либеральной, демократической, либерал-демократической партии в стране. Зачем надо, чтобы еще какие-то партии были, чтобы кто-то будоражил народ, или вообще поднимал народ против нас. И для этого используется законодательный орган. Вы можете себе представить, что они говорят? У вас люди ходят в кино, смотрите кино, вы показываете рекламу. А я задаю вопрос, а когда люди покупают газеты, там что нет рекламы? А когда человек заходит в троллейбус, там что нет рекламы? Абсурд. А кто инициатор был этого? Товарищ Гимбу. Да. Инициатором были все, потому что они все проголосовали. Не важно, кто самый наглый. Важно то, что все они проголосовали и приняли этот закон. Вы знаете, мне тяжело беседовать. Когда начинаешь беседовать с людьми, я не скажу этого имени. Я не могу сейчас сказать этого имени. Тогда зачем вообще говорить? Ну, я думаю, вы сейчас говорите. Ну, давайте. Мунчану фамилия. Депутат Мунчану. Это в прямом эфире было. Я не собираюсь скрывать, кто это. Депутат Мунчану, Валерий. Ну, тогда обычная логика. Да. Ведь у нас кивают на запад. В любом кинотеатре. Перед началом показы основного фильма. Даются или ремейки, которые будут показывать там, какие фильмы в будущем будут снимать. Рекламные, да? Рекламу тоже самое. А здесь почему не придерживаются? Не нужна такая аналогия. Как во всем мире? Это не я аналогию делаю. Во всем мире показывают рекламу. Вопрос совершенно в другом. Как можно использовать законодательный орган, чтобы ущемить отдельного предпринимателя по отдельному виду бизнеса? Или все не имеют права печатать рекламу в газетах, на телевидении? Вы будете жить без рекламы? Нет. А почему вы можете во время дофильма показывать рекламу? На основании чего? Нехорошо. Я покупаю оплату, абонемент за кабельную сеть, смотреть кино. Я только фильмы люблю. А вы мне рекламу показываете. Давайте закроем ваше телевидение. Давайте все газеты перестанем выпускать. Еще чего газеты будут жить? А как же демократии? Я иду в супермаркете, в супермаркете потолок 3 метра, а в кинотеатрах 14. А мне нужно отопить эти 14 метров высоты. Воздуха. Воздуха. А у меня в зале 50 человек сидит. Что, я буду холодный кинотеатр? Так у меня расходы на содержание кинотеатров намного больше, чем в супермаркете. Так вам сейчас придется переориентировать, перепрофилировать. Закрыл кинотеатр Патрио Лотяна. Но это же недвижимость ваша. Я закрыл кинотеатр Патрио Лотяна. Вы, наверное, не в курсе. Я в курсе. Как раз я улетал. В 2011 году я закрыл кинотеатр в Унгенах, в Кагуле из-за нерентабельности. Вы можете представить себе, чтобы я богател за счет людей и закрыл кинотеатры? Нет. Это нерентабельный бизнес. Я люблю кино. Я создал это. После меня никто больше кинотеатров в стране не открыл. Ни один. Почему? Если выгодно, потому что Шеллин богатеет от кинотеатра, почему все не подкрывали кинотеатры? Это не такой легкий бизнес. Я просто люблю кино. Я просто полагал, что Молдова будет возрождать производство фильмов. И что должны появиться кинотеатры. Я единственный, который открыл кинотеатры, и их держу. И они сегодня, что они делают? Они вообще не понимают, что они делают. Не будет кинотеатров. Куда молодой человек с девушкой пойдет? Пойдет в забегаловку. Вместо того, чтобы посмотреть кино, купит пиво. А потом пойдет под кусты с нею. Мы убиваем место культурного препровождения. Сейчас и театр... Убиваем или убили? Я надеюсь, что поменяется власть, и мы откроем кинотеатр «Патрия» обратно. Вы знаете, смена власти, она проходит через какие-то перемены в обществе. И будучи вы лидером своей партии, лидером движения. Вот вы, что для этого делаете впрямую? Может, сложно задал вопрос? Нет. Нет? Хотелось бы услышать. Значит, конечно же, если бы мы были партией коммунистов, и имели бы парламентское присутствие, то мы ежедневно бы генерировали законодательные инициативы, чтобы улучшить жизнь людей. И требовали бы, и морду били бы депутатам, как в радиоукраинской бьют. За народ, за правду, за дело. Вы видите, что творится в радиоукраины? Хотят принять региональные языки. Начинают выяснять отношения, начинают бить морды. А в Корее депутаты бьют морды. Они же избранники народа. Их народ туда отправил в парламент, чтобы они защищали их интересы. Да, ты, может быть, имеешь меньшинство, но делись за свой народ. Он же тебе дал власть. Надо? Спокойно веди себя. Интеллигентно веди. Аргументируй. Но когда на голову части народа наступает, на горло части народа наступает, депутат не должен выходить из здания парламента, должен бороться, должен доказывать. Непарламентская партия намного тяжелее. Потому что у непарламентской партии какой инструмент? Слово. Но меня на Prime не пускают. Голя меня на TV7 не пускает. На публику редко-редко пускают. То есть слово. Дальше. Митинг. Протест. И что с того, что я сейчас буду ходить по селам и нести людям правду? От того, что я им говорю, на языке сладче не становится. Правильно? Поэтому надо бороться. Непарламентские партии должны бороться за свой народ. Бороться против тех. И в этой борьбе хотя бы пресекать их противоправные действия. Хотя бы сдерживать их противоправные действия. До того момента, когда не наступит момент выбора человека. И очень важно, чтобы человек не ошибся в своем выборе. Люди, которые голосовали за Альянс, они же знают, что они ошиблись. Поэтому люди и говорят. Поэтому люди и дали подписи мне. Они хотят перемен. Они хотят изменений. В прошлом году только 30% считало правильным таможенный союз. В этом году 67%. А что такое 67%? Это не 40%, которые голосуют за коммунистов. Это уже те, которые голосовали за Альянс. Разочаровались в Альянсе и хотят перемен. Для чего каждый месяц нам дают опросы общественного мнения. И показывают, что если бы были завтра выборы, то расклад сил бы не поменялся. Для того, чтобы ввести людей в заблуждение. Не идите на революцию. Не старайтесь нас отправить в отставку. Потому что смысла нет. Если будут перевыборы, мы все равно останемся в парламенте. Это лживые опросы общественного мнения. Для того, чтобы у людей сложилось представление, что не надо менять власть. Потому что ничего не изменится. Человек же дома сидит. И он думает плохо об Альянсе. Но когда с телевидением ему показывают, что нет. Люди предпочитают Альянс. Человеку кажется, что только он так думает плохо об Альянсе. На самом деле вся страна думает уже плохо об Альянсе. И хочет этих перемен. И у нас стоит вопрос выбора. Два года еще ждать. За один год умирает 45 тысяч людей. Как правило умирает из-за отсутствия медикамента, регулярного питания. Я не буду пугать холода или что-то чего-то. В основном отсутствия возможности обеспечивать медицинское обеспечение иметь. Умирают. А могли бы жить дольше. Сейчас вопрос нам, как политикам, вне парламентской оппозиции, просто ждать очередных выборов или бороться эти два года, чтобы менялось что-то в стране. Поэтому мы боремся. Потому что мы понимаем, что люди из-за неправильного отношения власти к людям умирают каждый день. Я вам говорю со всей ответственностью, что все, что происходит, это геноцид против собственного народа. Геноцид в каком смысле? Те, кто нуждается, мы им не помогаем. А кто хочет работать, мы работу не даем. Поэтому не вынуждены уезжать. Вот поэтому исчезает народ из страны. Громкое обвинение в геноциде, конечно, даже если он будет... А что такое геноцид? Видим метафору, но выжигаем. Геноцид это уничтожение собственной нации. Ну, не нации, расы. Нет, есть понятие геноцид против расовый геноцид. А есть геноцид нации? Мы будем... Ну, у нас споры такие. Сейчас не к месту. У меня вопрос. У нас есть, значит... Господин Клименко. Это пить можно? Конечно, это вода вкусная и чистая. Не из-под крана. Господин Клименко, да? Да. Он возглавляет... Я имею в виду, пить можно в смысле вода или алкоголь. Нет, это вода. Вода, вода, вода. Да, 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 да. Здесь мы не пьем. Нет времени и денег. Ладно. Есть господин Клименко. Вот сейчас, судя по последним... Начиная с Кагула, да, события, которые происходили, значит... Вы фактически защищаете государственность. Вы защищаете русский язык, который присутствует в республике, да? Вот его роль. Почему нигде я не видел... Вот я лично, читая русскоязычные газеты, не видел какие-то его выступления в поддержку или против ваших действий? Ведь все-таки Орел у него защитника русского населения и русскоговорящих. Первое. Я лидер социал-демократа в республике Молдова. Я не защитник русскоязычного населения. Но так вас воспринимают. Погодите, это факт. Секундочку, секундочку, секундочку. Здесь госпожа Павличенко так сказала. Госпожа Павличенко заинтересована, чтобы социал-демократы ассоциировались с маргинальной партией, которая только русских защищает. И вообще, чтобы люди думали, что это рука Москвы. Я социал-демократ. Чем отличаются социал-демократы от либералов, либерал-демократов? Либералы говорят о том, что Бог дал одному силу, другому отсутствие силы. Так он распорядился, поэтому одни могут зарабатывать деньги, а другие вот бедные. Бог так распорядился. Социал-демократы в мире существуют, потому что они говорят, мы знаем, что Бог дал одному силу, другому отсутствие силы. Но социал-демократы именно для этого и есть, что помогать слабым, потому что сильный и сам выживет. Не надо превращать меня в защитника русскоязычных. Не надо меня маргинализировать, что я борюсь только за русские школы, за русскоязычных и прочее. Я социал-демократ. В нашей основе это решение экономических, в первую очередь, и социальных проблем общества. Просто мои труды, мои разработки, мои экономические идеи простой человек не знает. Но я вам говорю, что нельзя решить вопрос увеличения пенсий, нельзя решить вопрос увеличения зарплат, нельзя решить вопрос бесплатного образования, бесплатной медицины. А это мы обещаем, если у экономических агентов нет денег. Только тогда, когда экономика развивается, есть отчисление бюджет, а из бюджета мы уже даем пенсионерам и бюджетникам, и обеспечиваем медицину бесплатную и образование. Поэтому социал-демократы стоят на двух столбах основных. Первое, развитие экономики для того, чтобы обеспечить достойную жизнь тем, кто нуждается. Значит, вопрос о защитнике русскоязычных, мы уходим в сторону. Тема защиты различных национальных меньшинств примерно мною следующим образом понимает. Вот хотелось бы услышать. Это не страна для Молдаван. Это страна для всех, кто здесь живет. В Швейцарии вообще никто не ставит вопрос, что там говорят на четырех языках. Никто не ставит вопрос, что в Швейцарии это французы, немцы, итальянцы и прочие. Бельгия состоит из немецкоговорящих и французскоговорящих. Они вообще эти темы там не обсуждают. Это ненормально обсуждать в цивилизованном мире тему, на каком языке ты говоришь или какой ты являешься национальности. Америка вся многонациональная. Мы по истории не Советского Союза, а до Советского Союза были многонациональной страной. Потому что турки выгнали все народности с Балкан и все народности прятались под защитой нашего государя, того же Штефана Челмария. Здесь с тех пор еще многонациональный народ. И дальше, соответственно, у нас уже был интернационалист при Советском Союзе. Мы такие красивые, мы такие умные, потому что в нашей истории, в нашей культуре, в нашем образовании сочетаются истоки различных народов. Поэтому для нас это вполне естественно, что мы должны говорить здесь на различных языках. Молдавский язык должен быть объединяющим молдавскую нацию. То есть он должен быть консолидирующим. И должен быть единственным. Русский язык должен быть официальным во всем делопроизводстве, в суде, в школах, в детсадах, на аннотациях на медикаменты, на товары и прочее. И должны быть еще региональные языки. Это для болгар, для гагаузов, в компактных местах проживания, для того, чтобы мы берегли их неуникальную культуру. И украинский тоже самое. Молдова подписала Европейскую хартию языков. И там в Европейской хартии языков, в Европейской, все это расписано. Но Молдова ни при коммунистах, ни при альянсе в парламенте ее не ратифицировала. Почему? Потому что политики всегда спекулируют на национальных темах. И подбирают себе избирателя по национальному принципу. Или сталкивают вообще молдавский народ по национальному принципу. Мы социал-демократы говорим нет. Надо решить вопрос экономики. Будут деньги, все будут друг друга любить, независимо от национальности. Дорогие телезрители, вот мы выслушали, думаю, многое, что вы не слышали. Или той информации, которую вам представляли через другие средства. Я не знаю, там, ТВ-7, ТВ-8. ТВ-7 меня не пускает. Нет, ТВ-8, но за вас информация была. Туда нельзя. В принципе, вы слышали. Позицию вы даже видели. Реакцию на заданные вопросы. Если вам интересно, вы будете смотреть и в следующий раз. А гость нашей программы Виктор Шеллин. Спасибо вам. До свидания. До свидания, дорогие.